По благословению митрополита Одесского Измаильского Агафангела в Одессе состоялся пятый юбилейный православный интеллектуальный турнир Буквица, в котором приняли участие дети из воскресных школ Одесской епархии. Более подробно в сюжете далее. В классах под сводами Спаса Преображенского кафедрального собора Одессы отделом религиозного образования и катехизации был проведен пятый юбилейный православный интеллектуальный турнир Буквица, в котором приняли участие дети из различных воскресных школ епархии. Как отметили организаторы турнира, главной целью такого мероприятия является в первую очередь обогащение участников новыми духовными знаниями, развитие дружбы и умение работать в команде. Участникам интеллектуального турнира было предложено ответить на вопросы из области священной библейской истории, жития святых православного катехизиса, литургики, а также церковной истории. Этого святого часто изображают на белом коне, победившим змея. Георгий Павиноносец. Мне Буквица нравится, что я получаю духовное знание. Участники Буквицы единодушно подчеркивали, что для победы в интеллектуальных турнирах необходимо быть хорошо подготовленным. Перед Буквицей надо обязательно поучаствовать в отборочном туре, выучить все, ну, Библию, прочитать, прочитать закон Божий, Евангелие. На уроки надо ходить, делать домашнее задание. Надо всегда учиться. Если не читаешь книги, тогда и не будешь умным. Нужно дома молиться, хотеть, что именно выиграть. Молиться за других, чтобы они тоже выиграли. В конце турнира все дети были награждены памятными подарками от Одесской епархии. Итак, первое место – храм Иконы Божьей Матери, знамение Курской коренной. Своими впечатлениями об интеллектуальном турнире с нами поделились его организаторы. Конечно же, в этом турнире много было очень интересных моментов, драматических. Но самое главное то, что мы объединяемся. Дети видят, что у каждой воскресной школы есть свои наработки. Мне хочется пожелать, чтобы наши дети, которые воспринимают религиозные знания в воскресных школах, чтобы они все эти знания в своей жизни притворяли. Чтобы они были не только по имени христианами, но самое главное – в своих делах, в мыслях и жизни.